Эти подстаканник и чайную ложку своему учителю подарили благодарные студенты на долгую память. Сохранившиеся до наших дней предметы занимает одно из центральных мест новой выставки Василия Осиповича Ключевски в кругу семьи, открывшейся в музее выдающегося русского историка и педагога. Экспозиция приурочена к 183-й годовщине со дня рождения нашего знаменитого земляка. Есть и дополнительный повод. К тому же 155 лет назад, в январе 1869 года, состоялось венчание Василия Осиповича Ключевского и его супруги Анисии Михайловны Бородиной. Вот эти вопросы, которые мы хотели и с нашими посетителями обсудить, показать, поподробнее пообщаться на эти темы. Тема семьи, тема личной жизни Ключевского. В коллекции музея появились подлинники записи о рождении и крещении супруги историка и ее сестер, а также редкие фотографии представителей старинного купеческого рода Бородиных. Эти документы переданы в дар потомками московской семьи. На открытие выставки пригласили пензенских школьников, которым рассказали о студенческих годах Ключевского. Старался учиться лучше всех. И, что самое интересное, стипендию в то время нужно было еще заслужить, потому что она выдавалась не с первого курса, как сейчас, а со второго. И поэтому Ключевскому приходилось усиленно трудиться. И, чтобы обеспечивать себя самостоятельно, Ключевский с самого первого курса начал заниматься репетиторством. Впоследствии Ключевский, уже будучи известным педагогом, работал в пяти московских высших учебных заведениях. Он создал школу научную. У него масса талантливых учеников, в частности студентов историко-филологического факультета Московского университета, которые были учениками Василия Осиповича и стали сами по себе самостоятельными, выдающимися историками. Выставка Ключевский в кругу семьи будет работать в течение двух месяцев.